Ну, прежде всего, хочу сказать, что как чиновник я достаточно недолгий срок, но в любом случае я всегда открыт к общению. Мой кабинет всегда открыт и для депутатов городского совета, и для граждан города Николаева. По поводу ситуации в Новом Буге, ну, я слышал о ней только из новостей, видел в Фейсбуке. Конечно, это ужасная трагедия, слава богу, что она не коснулась никаких человеческих жертв. Дальше по порядку, по процедуре. Ежегодно, ну, как это происходит в городе, как в области, ну, я не могу на 100% сказать, могу предположить только. В городе происходит, то есть каждый год перед началом учебного сезона управление освитой со своими фахивцами проводит обстеживание. Если необходимы, визуальные обстажения, если необходимы, скажем так, специалисты нашего управления, то они к нам обращаются, мы комиссионно выезжаем и устанавливаем какие-то моменты. В частности, вот выезд был на 24-ю школу, это в микрорайоне Матвеевка. Там есть трещины в несущих колоннах на проходе во двор школы. Они пока не критичны. И сейчас управлением освитой, насколько я знаю, заказана уже экспертиза в специализированной фирме. Это не проводим мы, как управление капитального строительства. Затем будет уже заказан проект его ремонта. Далее, вот по вопросам Владислава Олеговича, по 29-й школе и 4-й школе, которую не назвал, которые давно ждут котельные. На сегодняшний момент сделаны проекты, нами заказаны. Мы изначально думали, планировали, точнее, выполнить вместе с котельными и замену сетей внутренних. Но в результате того, что сейчас Департамент энерроэффективности Горисполкома запланировал на 2018 год термосанацию этих двух школ, совместно с нами было принято решение о том, что мы исключили из этих двух проектов сети внутренние. Они будут выполнены вместе с термосанацией в следующем году. А в наших проектах остались только котельные. На сегодняшний момент заканчивается экспертиза этих двух проектов. Буквально через неделю мы объявим тендера. И в этом году я привожу все усилия, чтобы они были построены. Единственное, что, конечно же, отопительный сезон начнется еще без котельных. Но так как эти котельные модульные, они наружного типа, они будут сначала построены, потом провожены на наружной сети и буквально там за выходные будет переподключение на уже альтернативные источники отопления. Дякую. Игорь Анатольевич, я понимаю, что это ваши коллеги, и вы, кроме того, чиновник, и вам тяжело комментировать. Втім, все-таки, будь ласка, попробуйте ответить на вопросы. Абстрактно. Это не Миколаев, это не Новобузька школа. Просто кто и как мав провести подготовки для того, чтобы такого не произошло, и кто и как просто за процедурой, за протоколом, мае відповідати за то, что сталося. Ну, по протоколу, в любом случае, управление освитой, оно ответственно за каждый начальный заклад, который ему вверен. Специалистов нашего управления, естественно, не будет хватать, они загружены работой, чтобы объехать 160, если мне не изменяет памяти, учебных заведений города Николаева. Этим занимается, естественно, департамент управления освитой. Редактор субтитров А.Семкин